У кого-то платежки не так, у кого-то задолженность есть, которую они уже уплатили два месяца назад, она до сих пор длится. Хотя я, например, уже два раза приезжала, показывала, что у меня уплачено, и мне опять пришла эта задолженность. Но факт в другом, что, посмотрите, вот огромное помещение, там пять или шесть окошек, запускают по одному человеку. Посмотрите на это количество людей. Так сейчас отъехали, да, одно работает. Когда мы сегодня реально пройти, вот до четырех они работают, и у них еще обед будет. И что нам делать? Сколько раз мы должны сюда приезжать, чтобы решить эти вопросы? Раньше у них на двери было по Вайберу телефон, сейчас они его сняли, потому что, наверное, сильно много желающих пожаловаться, скажем так. То есть принимает там сколько человек? Одного запускают. По одному запускают. По одному, а специалистов сколько там? Четыре, женщина выходила, сказала, что четыре специалиста, и кто-то еще по залу ходит. И сколько времени один человек там находится? Ну, по-разному, смотря что ищут. До полчаса, да, где-то? Нет, ну, я сомневаюсь, что полчаса, нет, вряд ли. Даже в хорошие времена было максимум 15 минут. Но сам факт, что... Посмотрите, что это... Так это же люди отошли, попросили отъехать, отойти, потому что нереально это самое. Вот, ну и почему мы... Во-первых, мало того, что очень дорогой газ у нас именно в Мелитополе. Третье место по Украине занимает по дороговизне. И мы еще должны вот это вот выстаивать, такую очередь.